Николай Новиков Я открываю глаза. «Погоди!» «Не понимаю, не помню, какого хера!» Моргаю. Зрение начинает фокусироваться и приходить в норму. Осматриваюсь. Я сто процентов в больнице, а мои руки, подвязаны к потолку, будто переломаны и сейчас висят под углом. «Где я?» Прохрепел я странным, точно не своим голосом. «Где я?» Сжимаю кулак и пытаюсь вырваться, но общая слабость не позволяет ни подняться, ни оборвать бинты, на которых мои руки и подвешены. Нет, встать не получилось. Но произошло другое. Стоило сжать кулак, как все объекты, что не были закреплены, притянулись к одной точке притяжения. И стоило его разжать, как они разлетели из стороны, едва не попадая в сидящую рядом японку. «Господин Вортекс, пожалуйста, успокойтесь. Совершайте минимум движений. Вы не контролируете свою силу». Я хотел уже снова задергаться, но в голове что-то промелькнуло и заставило сомневаться в истеричных потугах. «Это воспоминания. Да, точно. Я вспомнил, как сражался с Лоуренсом, как умирал, как телепортировался в поисках Хора Вортекса и как коснулся его в храме Японии. «Точно! Я ведь должен сейчас быть в храме, в Сюгунате!» «Где я?» Процедил я, глядя на девушку. «А еще я помню, что японцы меня обманывали все время, что я имею с ними дело. Главная больница клана Миямота, господин Токио. Несмотря на старания, японочка не могла сохранить спокойствие. Я сейчас позову главврача. Пожалуйста, приходите в себя». И она убежала, оставив меня в одиночестве. «Вот тебе приветствия, ебану шумать!» «Боже!» Падаю обратно на подушку. «Так, ладно, давайте думать». «Судя по обстановке, я действительно в больнице. Люксовая, дорогая, все с ней хорошо. Лежу под одеялом, голый. Руки подвязаны, чтобы, видимо, лишний раз не шевелил. Горло не болит, легкие тоже. Странных мыслей о порабощении Вселенной тоже не наблюдаю. У меня что, получилось? Это же не фееричные бредни, умирающие от кислородного голодания собаки в космосе. Это реальность. Я выжил. Я выжил, твою мать. Я остановил душу от переселения. Ха-ха-ха-ха-ха! Сосать, Лоуренс! Лежать! Плюс... Ох!» Прокрихтил я. «Черт! Логически хочу!» Во рту пересохло. Капельницы явно не помогают от засухи в микрофлоре правого желудочка. А вон там вдалеке стоит такой симпатичный графин с водической. И стаканчик еще рядом. Так, а ну-ка! Я уже понял, что на каждое движение рукой происходит гравитационная херня. Ну, а я также уверен, что если аккуратно, если сконцентрироваться... Немного пальчиком пошурудите. Немного. Стоило мне дернуть пальцем, как весь графин сносит нахер. Он слетает с полки, бьется о стену позади меня и разливает содержимое мне на харю животный бах. По одеялу растекалось долинное пятно. В этот же момент дверь открывается, и сюда заходят, кто бы мог подумать, старый хер Аргус и пожилой японец. «Э-э-э, это вода!» — первое, что я сказал. «С больными такое бывает!» — пожал плечами некромант. «Ладно, хрен с ним. Сейчас куда важнее другое. Что, черт возьми, происходит? Наконец-то хоть что-то прояснится». «Работай!» — Аргус кивнул японцу и сел возле окна. «Ух, ну и жарень!» «Перво-наперво поздравляю с пробуждением. Сейчас, пожалуйста, старайтесь никак не шевелиться. Сила поглощенного хора вортекса подвязана на нейромышечной связи, и любое ваше движение может спровоцировать ее в освобождение». «Все еще на русском», — японец говорил вежливо. «Сейчас мы проведем небольшое обследование, чтобы убедиться в стабильности вашего организма. А потом господин Аргус-сама вам все объяснит». Я молчал, слушал, осматривался. «Что, этот Аргус тоже иллюзия?» «Я помню, суки, как вы половину моего дня сымитировали. Ах, и никогда не забуду». «А если так?» Дергаю пальцем и разбиваю тумбочку рядом. «Ничего». Дергаю снова и сбиваю с ног узкоглазого старикана. Тоже ничего. «Да не в иллюзии мы угомонизим, боже!» Фыркнул Аргус. «Хм, иллюзорный Аргус сказал бы то же самое. Я дернул пальцем и пизданул старика по затылку. Тоже ничего. Аргус сжал трость. Посмотрел на меня, как обычно, с ненавистью, яростью и, судя по недовольной роже, огромным желанием сходить в туалет. Затем снова фыркнул и сел обратно. «Вы позволите?» Японец решил вернуться к обязанностям. «Ладно, скотины, я все еще вас подозреваю. Но лежать инвалидом мне тоже не очень, так что да, продолжайте». Осмотр не занял много времени. Полчаса где-то. Мне осмотрели глаза, послушали сердце, измерили что-то. Потом просканировали десятком каких-то странных магических приборов и выдали заключение. Состояние стабильное. Хоро-Вортекс идеально слился с вашим сердцем. Вернулся, если точнее. Ничем от обычного вышедшего из комы человека вы не отличаетесь. «Ясно, спа...» «Какой комы?» Японец поклонился, попрощался и быстренько вышел из комнаты. Я медленно перевел взгляд на Аргуса, который, судя по всему, был не очень рад своей задаче все мне объяснять. А еще он как-то изменился. Бородка, прическа, одежда. Что-то не то. Не так я его помню. «Аргус, какая еще кома?» Он вздохнул, встал с места и раздвинул шторы. Я посмотрел. Зеленые листья и яркое солнце. «Ты пробыл в коме 230 лет», — прошептал он. «Мир давно изменился». «Что?» Я посмотрел на некроманта и сжал одеяло. «Погодите, что?» Все мысли пропали из головы. «Какие... 230 лет?» «Слияние с таким артефактом не могло пройти незаметно», — он притих. «Такова цена за твою силу. Время?» «Не верю». «Не может быть». «Просто примей, Торос. Старого мира больше нет». «А как же семья? Как же Вика с Ризой? Они ведь не смогли бы столько прожить. Аргус ведь сделал их бессмертными, он ведь...» «Ха-ха-ха-ха-ха! Да ладно! Я угораю!» — захохотал он. «Девять месяцев всего прошло!» Я снова поднял на него глаза. «Мда». «Какой ты национальности?» — спросил я. «Обычный немецкий художник». «Я убью всех немцев из-за твоего старческого, вонючего, коричневого, ублюзгого юморка!» Прорычал я. Все предметы в комнате задрожали, хотя я и не шевелился. «И почему именно тебя отправили?» — вздохнул я. «Потому что после последних выкрутасов-япушек я один из немногих, кто обладает постоянным иммунитетом от иллюзий». Он сел обратно. «Я позаботился, чтобы со мной больше такого не вытворяли». Я рухнул на подушку, прикрыл глаза и попытался прийти в себя. «Девять месяцев? Ну, не так уж и много. Особенно на фоне приколюхи про 230 лет. Может, он специально так сделал, чтобы мне меньше припекало от факта комы?» «Новостей, так понимаю, много», — вздохнул я. «План Августа и Лоуренса удался. Началась война с австралийскими чудовищами». «Мы ведь разрушили портал». «На этой стороне, но не на той. А на ту пробраться не сможем из-за пространственной аномалии, с помощью которой создаются временные и нестабильные порталы к нам». Я сразу же сообразил, что от меня все снова чего-то будут хотеть. Очевидно, раз есть пространственная аномалия, то исправить ее может лишь бог, управляющий пространством. Я. «Твою мать!» «Точно! Я ведь теперь бог!» «И как воюется?» — спросил я. Аргус понял, в какую сторону я буду клонить. Что мне важнее всего? «Тревожное! Не тяжело, но вылазки чудовищ хаотичны и случайны. Лоурен, судя по всему, не смог их подчинить, но смог усилить». Он подошел и сел на кресло рядом. «Твоя семья в порядке. Проблема в том...» Он попытался подобрать слова. «Что никто не знает, что ты жив?» «А?» «Да ты и не был, собственно. Организм жив, мозг нет. Шансы, что ты проснешься, были пятьдесят на пятьдесят. И мы решили подстраховаться и не говорить ни о твоей смерти, ни о выживании. Для всего мира Константин Рос просто исчез, как и Август Романов». «Сука!» – прошептал я, сжимая одеяло. «Не знаю, как реагировать. Просто не знаю. Для всех, кому я не безразличен, это были девять месяцев полного неведения. Девять месяцев самобичевания, как минимум, сестры. Да, у них была надежда, что я выживу. И, возможно, они в это даже верили, но... Девять месяцев? А что насчет Софии, Кати? Они определенно ко мне привязались? «Погоди», – я начинал вспоминать. «Стоу, погоди. София ведь должна была выйти замуж через несколько месяцев до моей комы». «Что с Софией и Катей?» Я приготовился к худшему. Естественно, у меня не было влияния гордыни, но я все еще оставался довольно жадным и горделивым человеком. «О, у Кати все хорошо. Она теперь важная шишка. Война, сам понимаешь. Теперь-то всем нужное обучение и консультации, да и полководие в стране не помешает. А вот София...» «Что?» «Ну, почти без изменений. Жизнь в мире остановилась, все контракты сдвинулись. Турнир тоже, кстати. Так что София Эллерс просто повисла в вакууме? Вот только пару месяцев назад начала возвращаться к жизни. Людвига Мария позволили». «Не вышла замуж?» «Нет, пока нет. Она в агентство Евгения-то только недавно вернулась. Какая там свадьба?» Я выдохнул. «Ничего плохого не произошло. Ничего непоправимого. Все можно наверстать». «В целом, это все новости», — подытожил Аргус. «А, ну Эстер пропал. Но эта новость не для всего мира». «Как пропал?» «За неделю до той битвы. Просто исчез. Цыгане украли, хрен его знает». «Итак, подытожим». После поглощения Хора Вортекса я девять месяцев сражался с жопными демонами за право владения душой. Выиграл, проснулся. За это время Лоуренс, видать, научился использовать стационарный портал с помощью приказов. Начал войну против мира, за счет которой роду Кати, в котором осталась лишь она, вернулось былое величие. Да, манна, расхват теперь. Софию же заморозили в холодильнике и вынули несколько месяцев назад. Не знаю, как на ней сказался вновь упавший контроль Людвига, но уверен, выдернуть из этого состояния я ее смогу. Ну и мама с сестрой. За них я переживаю больше всего. Даже представить не могу, что у них на душе. Они ведь не знают, что прямо сейчас я с мокрым пахом сижу и слушаю маразматика. Ладно, поправляйся. Он похлопал меня по плечу, встал и подошел к двери. Пойду выяснять, как тебя отсюда увозить, инвалида эдакого. И он ушел. Но надолго остаться одному у меня не вышло. Пришли доктора. И тема визита была очевидна. Что еще докторам собственно делать? Но вот была загвоздка. Меня не могут проверить досконально, не могут начать восстановительные процедуры, да и вообще ничего не могут со мной сделать, пока я могу стереть гору Фудияма взмахом мизинца правой ноги. Моя сила огромная проблема. Я ее просто не контролирую. И медицинские чинчонки пришли, чтобы понадавать мне советов к ее контролю. И как же они охерели, когда уже через час я ничего не рушил при первом пердеже. Суть в чем? Теперь контроль пространства такая же врожденная сила, как и двигать мышцами. И, следовательно, чтобы ею пользоваться осознанно, нужна своего рода нейромышечная связь. Нужно понимать, что и как именно ты делаешь. И кто-кто, а я шарил за спорт. И, следовательно, нейромышечную связь. Мне не составило труда понять, о чем они. Пусть и напрягать я должен не мышцы, а мозг. Нужно чувствовать, как твоя нервная система отдает команды. Понимать, что она это делает и стараться блокировать. Через час получилось, пусть и медленно, но я водил руками и ничего не сносил. Черт! До сих пор не верилось. Никаких приказов, никаких костылей, просто чистая врожденная сила, настолько мощная, настолько абсурдная. Воистину, Вортекс! Глубоко поклонился один из врачей. За ним последовали и другие. Японцы, которые не уважают никого, кроме японцев, поклонились мне. Отдыхайте, сейчас к вам подойдет ваша личная медсестра. Просите ее о чем угодно. Мы вернемся через несколько часов. До этого старайтесь еще больше стабилизировать силу. Вот и остался один. Наконец. Так-с. Выдыхаю, перевожу взгляд на злосчастный графин. Попробуем. Все это время я учился сдерживать телекинез. Сейчас время им овладевать. Нужно сконцентрироваться на предмете. Представить, что где-то внутри у тебя есть фантомные мышцы. Они соединены с нервами, а нервы с мозгом. И эту нервную систему нужно прочувствовать, будто ты ощущаешь каждый импульс, каждую команду. А затем, выставив руку на предмет, ты напрягаешь нужный участок. Вот так. Слегка сжимаю ладонь, и кувшин на огромной скорости сначала летит в меня, а затем останавливается в нескольких сантиметрах от руки. Получилось. Ха-ха-ха. Получилось. Я притянул предмет силой мысли. Работает. Никаких костылей. Никакой отдачи. Просто чистая мощь, которую уже никто не отберет. Которая принадлежит лишь мне. Ха-ха. Я обрадовался, утерял контроль и случайно отправил кувшин в окно. Ак... Ой. Судя по звуку, он кому-то на голову прилетел. Ух, круто. Настроение поднялось в край, и я прилег обратно. Я счастлив, правда. После стольких недель сраных приказов, которые, не буду скрывать, все еще выглядят невероятно, получить в пользование обычную, зависящую только от тебя силу, это что-то освежающе приятное. Подумать только, двигать предметы лишь простой мыслью. Ошалеть, ошалеть. Правда, из этого вытекает другая проблема. Если много думать, то мозг начинает уставать. Думать в принципе противопоказано, а так как я тем более. Ну, в целом, это сюда. Больше ограничений я не почувствовал. Здравствуйте, господин. Простите, что убежала. Больше такого не повторится. В палату вернулась та самая молоденькая японочка, которая встречала меня после пробуждения. С того момента мое зрение полностью пришло в норму, и я смог ее осмотреть. Милая, на самом деле больше на метиску похожа. Черноволосая, с внушительной грудью, в костюме медь-сестры, но красного цвета и выполненным по японским мотивам. Классика. Куда больше меня привлекало другое. Тут и там у нее виднелись чешуйки. Ногти были необычно длинны, а зрачки вовсе вертикальные. Еще она не моргала и странно водила лицом, будто воздух на вкус пробовала. Да ну, не угарайте, да ты гонишь. Это что, змеи-девочка? Ящура-девочка. О май гад! Ой, просто песня, просто сказка. А ведь говорили же, здесь монстрифицируют людей. И про желающих меня девочек говорили. И это тело не получало разрядки несколько тысяч лет. И делать я могу что угодно. Можешь, пожалуйста, принести одежду? Любую? Попросил я стоящую в углу и пялищуюся на меня ящера-девочку. Зачем? Потому что я голый. А, ой, да, и сейчас. Она убежала. В присутствии меня у нее явно мысли теряются. Интересно, а если ее в холодильник засунуть, она уснет. А зимой чаще спит, а яйца откладывает. Вот, она вернулась. Я улыбнулся, поблагодарил и очень аккуратно надел футболку. Эта ящерка явно нервничала. Господин Вортекс, да? Не подумайте ничего такого. Это вовсе не потому, что я очень хочу, но, ну, можно ваш автограф? Едва не заорала она под конец, поклонилась и протянула мне книжку «Легенда о Вортексе». Э, пожалуйста, а я ведь позабыл, что для японцев я как сунь-укун для китайцев, национальное сокровище, герой. И вот я оказываюсь реальным. Сижу, что-то мучу, да еще и далеко не старый урод. Теперь понятно, почему она на меня так пянулась. Интересно, а как ящерица спарива... Так, хватит. Не туда пошел, парень, возвращайся. Да, конечно. Я улыбнулся, взял протянутый карандаш и накрябал что-то общее между именем Вортекс, рос, песеном и жопой. Вау, какая классная подпись. Вы и вправду основоположник каллиграфии. Она восхищалась каждым моим вздохом. Да, я тоже своего рода каллиграф. Она стеснительно улыбнулась моему взгляду и опустила глаза. Девушка сжала книжку и начала немного покачивать дрожащими руками. Я не обратил на это внимание. Поначалу. Но когда она незаметно подошла поближе, начала покачивать бедрами, когда я почувствовал странный сладкий аромат, я вдруг вспомнил основы залоги. Если она ящерица, а не змея, то покачивание передними лапками и основанием хвоста — признак сексуального влечения и готовности к спариванию. А ящерицы, ну, не самые умные. Они ведь не умеют сдерживаться. Можно я оденусь? Я вывел ее из транца. А? Она проморгалась. Мне штаны надо надеть. Можете выйти? Она громко выдохнула через нос, перевела взгляд широких вертикальных зрачков на мои ноги, уверен, что на конкретное место. Еще раз засопела, посмотрела мне в глаза и, сжав книжку и поджав губы, кивнула и быстро покинула палату. Я не хочу быть озабоченным. Я посмотрел вдаль на свое прекрасное будущее. Я хочу быть счастливым. Быстро скидывая одеяло, натягиваю штаны, спускаю с кровати. Первое, что ощутил, слабость. Ну, это закономерно. Я ведь не двигался где-то несколько тысяч лет. Удивительно, что вообще могу ходить. Кое-как, доковляв до ванны, я закрылся. Подальше от похотливых гекконов. Включил воду и посмотрел в зеркало. Не уж, мне уже сообщили, что я в теле Вортекса, того самого бога-созидателя, которого бережно хранили в главном храме Сигуната. И если это правда, то неудивительно, почему японцы вообще мной заинтересовались. Ведь Вортекс точная копия меня прежнего, просто немного повзрослевшая, один в один, взрослый Костя или Лоуренс. Но различия все же были. Например, теперь я черноволосый, глаза не темно-синие, а светящиеся ярко-голубые. Но и это не все. И даже не основное. Самая твою мать главное. Вместо сердца у меня теперь пульсирующий мать его кристалл. Хора Вортекс, сердце богосозидателя. И теперь она у меня в груди, что видно по светящимся ярко-голубым трещинам и небольшому свету изнутри. Видеть, как бьется твое сердце, которое даже не сердце, а синий кубик, это странно. Я аккуратно щупал грудь. Но теперь я Тони Старк, получается. Раньше чертом рогатым был повышение. Так, теперь надо разобраться с этим. Я прикрыл глаза. Каждый раз, как я концентрируюсь на собственных ощущениях и закрываю глаза, меня посещают странные чувства. Будто я вижу больше, чем надо. Будто вижу сквозь пространство. Я вижу, как прямо сейчас ящера-девочка подслушивает через дверную щель. Как во всех соседних комнатах сидят подставные бальные, а вместе с ними и агенты Сигуната в невидимости. Вижу, как и реальные пациенты ходят по улице и наслаждаются солнышком. Вижу того старичка, которого я чуть кувшином не прибил. Я вижу все вокруг. Через стены, через иллюзии и заклинания. Сквозь само пространство. Так вот, как вы бога приветствуете. Я сжал раковину, и она вся разлетелась на куски. Я не вижу вообще весь мир. Нет, всего несколько десятков метров вокруг. Но я на сто процентов уверен, что если поднатаскаюсь, если потренируюсь и просто привыкну к силе вортекса, я смогу видеть едва ли не все и везде. Нужно уходить, решился я. Сваливать пока при памяти. Да, мне нужно восстановиться. Но я не хочу восстанавливаться в логове крыс. Они, знаете, заразу разносят. Я вышел из ванной и посмотрел сквозь дверь. Девчонка стоит и уже не подслушивает. Поняла, видать, что я могу ее спалить. Так, ладно. Включаю воду снова, открываю окно и выглядываю. Лето. Самый разгар дня. Солнце нещадно печет зеленый парк, странные рогатые птички напевают птичьи мелодии, а небольшая суета японской столицы навевает комфорт. Я смогу. Я знаю, как это. Нужно лишь пробовать. Я чувствую, как легко дается эта сила. Я чувствую, что это моя сила, и я ею владел. Я знаю, что делать. Чтобы телепортироваться, нужно представить себя, как скопление нервных окончаний. Словно все мое тело пронизывает корни хора вортекса, и ими можно управлять. Напрягать, словно мышцы. И чтобы телепортироваться, нужно напрять все сразу. Представить, как выдергиваешь из тела каждый нерв и толкаешь их вперед. А затем сконцентрироваться в нужном месте. Нужно просто выдернуть себя из пространства. Все вокруг размывается, окрашивается в синий спектр и улетает назад, будто я разогнался до околосветовой скорости. Краски смешались, силуэты объектов растянулись и уехали за границу зрения. Все пространство превратило сплошной тоннель непонятных размытых линий, а затем меня просто выкинуло где-то в другом месте. Я на огромной скорости вывалился из вспышки, споткнулся от слабости и прокатился еще парочку метров, мягким, куда-то на траву упал. Быстро прихожу в себя, моргаю, успокаиваю сердцебиение и поднимаюсь на локти. Ёб... твою мать! Все вокруг меня было разрушено. Деревья, скамейки, каменные дорожки, все это словно снесло на огромной скорости. Но это еще не самое страшное. Так, цветочки. Весь ужас был в точке старта. Вся палата, откуда я стартанул, превратилась сплошной хаос. Даже отсюда я видел, что стены вообще нет. Вся мебель разбилась, трубопровод уже топит говном соседей снизу, а бедняжка геккона девочка стоит с оширашенным видом и водит зелеными глазками туда-сюда. А еще прямо в это мгновение вбежала подготовленная охрана и, естественно, понятия не имеет, куда я улетел. Быстро среагировали, однако. Надо будет потренироваться. В голову пришла, как всегда, гениальная идея. Ну, в целом, телепортация. Снова без костылей. Да и не без проблем в том числе, но, хей, телепортация же. А это считается речейшей магией, между прочим. Мало кто и осваивает их к концу жизни, тогда как у меня она просто врожденная. Бери, пользуйся. Представить страшно, на что я буду способен, если обуздаю хотя бы хора вортекс. Но нужно время и спокойное место для тренировок. Да хотя бы для тестирования своих сил. Нужно вернуться домой. Хорошо, что я без проблем смогу это ха, оборачиваюсь. Снова видение, только теперь непреднамеренное. Или ха, слышу странные звуки где-то вдалеке. Будто грохот, шум. Поэтому видение что-то показало. Потому что непреднамеренно сконцентрировался. Так, а если прикрываю глаза? Да, получается. Снова вижу все вокруг. Снова вижу сквозь стены. И вижу, как за семьей зажиточных японцев гонится массивный пятиметровый монстр с шестью руками и чьим-то вырванным хребтом. Так вот что за шум. Открываю глаза. Чудовище только что выбежало из портала, который уже закрывался. Про это говорил Аргус, когда имел в виду случайные места. Что-то уж они совсем случайные. Черт, в какой же ад тогда превратился мир, если подобное может возникать повсюду. И точно ли живы, мои родные? Они ведь легко могли умереть вот прямо сейчас, в таком же случайном нашествии. Что делать? Я встал и развернулся в сторону будущего побоища. Если помогу, спалю себя. Да и на такой случай всегда должна существовать группа быстрого реагирования. Уверен, что этого шека одолеют, но... К черту! Удача не про меня. Судьба мой враг. Я сам все буду делать. Это легко, это просто. Вытягиваю руку в нужную сторону, прикрываю глаза и напрягаю всю нервную систему. Пожалуйста, не разнеси все на пути. Скачок. Пространство размывается, объекты превращаются в линии и спустя мгновение я вылетаю хер пойми где. Явно не там, где нужно, но близко. Блядство, сифилиз и проказа. Вырубился я, прикрывая глаза. Да, я мимо пролетел, понял. Телепорт. Твою мать! Теперь я вообще где-то в квартире, причем теперь разрушенный. Но я приближаюсь. Нужен еще один скачок. Есть! Вылетаю ровно на той улице, где чудовище гонится за семьей. Их было трое. Ребенок, мать и отец. Хорошая одежда, испуганный взгляд и собачьи ушки. Ребенок плакал громко. Он был в таком ужасе, что отец просто нес его на руках. Мальчик даже бежать сам не мог. И отец не справлялся. Он не мог убежать с грузом, бросить родного сына или подохнуть рядом с ним. Вот какой выбор я видел у этого мужчины. И мне этот выбор, сука, не понравился. Лоуренс. Прорычал я, выставляя кулак на массивную рогатую тварь размером с дом. Тебе пи***ц. Напрягаю нервы в руке, и чудовище, сносящее своей поступью машины и вкопанные столбы, просто застыло. Химера не могла пошевелить и мускулом. Ее будто заморозили. Будто каждую мышцу заблокировали, хотя вокруг ничего не изменилось, и даже поднятая пыль двигалась в том же темпе. Я же не чувствовал совершенно ничего. Сдохни! Я расправляю ладонь, и пятиметрового врага просто разорвало. Сначала от туловища оторвались руки и ноги. Затем свернулась и отлетела, словно пробка от шампанского, рогатая голова. Туловище, так и повисшее в воздухе, начало раздуваться, и через несколько секунд разорвалось на десятки синих кусков. Плоть, мясо, внутренности, кости — всё это разлетелось на несколько метров и застыло в воздухе. Секунда, ну, может, две, и одним лишь жестом я превратил опаснейшее существо в сраный конструктор лего. А теперь финал трюка. Я сжал кулак. Все куски, все части, на которые разлетелся монстр, всё стянулось в одну точку, трамбуясь и сбиваясь в один сплошной мясистый шар. Ни кости, ни кожа, ни нательная броня ничего не уцелело. Всё пало жертвой притяжения. Сквозь хруст, мерзкие звуки выдавливаемой крови и небольшое сопротивление титаническое чудовище стало лишь комом жетого фарша. «А, и это только телекинез», хмыкнул я, разворачиваясь на японцев. «Они застыли чуть позади меня. Они всё это видели. Все боятся, значит». «Неудивительно, кто способен превратить в месиво такого исполина лишь одним движением ладони». «Да». Мужчина решился на ответ. «Целый». Речь давалась ему тяжело. То ли от страха, то ли в общем от шока. «Ещё есть? А если найду?» «Нет, только...» Он сглотнул и кивнул на мясную тевтельку позади. «Только этот... Сыну стало плохо. Мы хотели... хотели воспользоваться лишним телепортом. Знали, что запрещено, что нельзя, но всё равно активировали. И тогда случилась аномалия. Значит, обычные людские телепорты теперь опасны». Я активировал всевидение и понял, что к нам вот-вот выбежит группа реагирования. Забавно, но, судя по всему, она реально успевала. И нахрен я всё это делал? спрашивается. «Ладно, тогда берегите себя». Я махнул на прощение и уже приготовился телепортироваться во своясе, как вдруг... «Господин!» окликнул меня мужчина. «Как... как... как вас зовут? Кто вы такой? Прошу, скажите!» Едва не кричал мужчина дрожащим голосом. «Я...» хмыкнул я. «Вортекс!» Телепорт, на сей раз аккуратный. Я оказываюсь на крыше здания неподалёку. Тёплый ветер моментально ударяет в лицо, а приятный сладкий запах цветущих деревьев невольно вызывает улыбку. Да, здание было невысоким, да даже часть города отсюда не увидишь. Но мне казалось, что весь мир у меня на ладони. Все континенты, все страны, океаны и моря, всё лежит передо мной. Я... Я ещё никогда не чувствовал себя таким свободным. Антон Громов, Катя, София, мама, сестра, Теодор, Лоуренс... Ждите меня. Теперь я могу делать всё, что захочу. Ведь даже с одним лишь вортексом отныне я сильнейший. И уж поверьте, я не намерен это скрывать. Ежеглавная рубрика «Небольшие истории этого интересного мира». Где-то в тёмном помещении. «Господин Сёгун Сама», вбежала женщина. «Да?» ответил взрослый властный голос. «Господина вортекса... того...» «Она сама не верила. Украли». «Чего?» «Спиздили, Дессул!» Сёгун Миямото, разгребавший кучу важных бумаг, поднял голову и задрал бровь. «Что ж...» «Ожидаемо!» «Он нам не доверяет!» вздохнул рослый, накачанный лысый мужчина. «Сам ушёл, полагаю». «Чёрт!» «Да ещё и я не успел поприветствовать». Он начал отбивать пальцами по столу. «Это мы виноваты. Нужно возвращать его доверие». Женщина не смела перебивать Сёгуна, но она очень хотела, чтобы вортекс вернулся в Сёгунат. «Это ведь... Это ведь вортекс сам, настоящий!» «Она всё сделает, чтобы его вернуть. И если понадобится, даже, может, отдастся. Один разок для дела, ну, может, и не один, а может, и просто так, но суть в том, что она, как никто другой, хочет его вернуть. «Ладно, что там с моей Рейвель?» Миямото продолжил. «Сказала, что явится». «Обман Аргуса Рейвеля стоил нам потери отношений с Рейвелями. Ну, иначе бы вортекс погиб в ту ночь. Я всё ещё считаю, что мы поступили верно. Спасение Бога в обмен на испорченные отношения — это хороший обмен, как думаешь?» «Конечно, конечно!» страстно закивала японка. «Но отношения, честь и доверие не пустой звук, и мы его подорвали очень сильно. Особенно перед господином вортексом. Теперь нам нужно во что бы то ни стало извиниться перед нашим Богом». Миямото сжал кулак. «И поможет нам только Мэй Рейвель. Остаётся лишь молиться, что она согласится на наше предложение». Он вздохнул и прикрыл глаза. «Нам нужна агония». Продолжение следует...» Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова